Искусство видеть, знать, любить. Исследовательский конкурс в рамках фестиваля «Ступени» в Одинцовском центре эстетического воспитания проходит уже в третий раз. Юные участники подготовили проекты о великих художниках, знаменитых произведениях искусства, культуре и фольклоре родного края, а также направлениях в живописи и скульптуре. В этом году организаторы добавили еще одну номинацию – архитектура и урбанистика. Полет фантазии у ребят достаточно обширный. Они могут взять любых деятелей, любые сферы, которые близки в любом случае к культуре и искусству, и представить свои проекты и защищать их непосредственно сегодня здесь, на этом конкурсе. В этом году в конкурсе за призовые места боролись 20 индивидуальных участников и коллективов из различных образовательных учреждений округа. Среди них и ученик 4-го М-класса Одинцовской гимназии номер 7 Александр Коляев. Хочешь творить и научиться творческий мысль – развивай свое воображение. Хочешь развивать свое воображение – изучай и практикуй. Здесь, как вы видите, цепочка взаимосвязи замыкается. В конкурсе «Искусство видеть, знать, любить» Саша представил проект под названием «Кубизм и золотое сечение. Математика вокруг нас». Данный проект позволил мне проследить взаимосвязь живописи с математикой. Природные объекты и объекты математики всегда привлекали взгляд человека. Ракурс, величина, цветотень, образы. В математике это угол, разметка, парабола и фронтал. Школьник не случайно выбрал эту, казалось бы, совсем не детскую тему. Математика и живопись – два самых больших увлечения юного Леонардо да Винчи. В процессе работы над проектом мальчик написал картину «Рыба и кот», которая по технике исполнения и цветовым решениям может соперничать с полотнами взрослых известных мастеров. Несмотря на юный возраст, у Саши уже солидный художественный опыт. Я начала ходить на кружки рисования в садике. Там мы рисовали акварелью, учились смешивать краски. Потом, когда пошел в школу, мы начали рисовать более серьезно. Например, акрил массовый. Моя первая картина была – это сова. Она была нарисована массовым. Саша Коляев отдает предпочтение не только кубизму и золотому сечению. Мальчик пишет картины в различных техниках. Многие его работы висят в классе, а росписи украшают стены школы. Творить и постигать точные науки ребенку помогает чуткий классный руководитель Юлия Евгеньевна. Саша – очень талантливый мальчик, несколько лет назад пришедший ко мне в класс. Я увидела в нем очень сильного математика. Саша очень увлекся рисованием и, соответственно, стал показывать нам свои способности. Они оказались неординарными, и мы решили продолжать с ним это. А далее он пересек, сделал такую ветвь, прыжок вверх. Он связал математику свою любимую с искусством. Конкурсанты скрупулезно изучали и защищали свои проекты по портретам величайших правителей, известным произведениям искусства, монументальным архитектурным сооружениям и другим выбранным темам. Члены жюри оценивали участников и каждому присваивали баллы за раскрытие темы, научность работы и творческий подход. Итоги ребята узнают уже через неделю, а торжественная церемония награждения традиционно пройдет в апреле следующего года. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».